Приветствую вас, уважаемые слушатели курса управления эксплуатационной работой железной дороги. Сегодня у нас лекция номер 16 и по теме лекции мы с вами рассмотрим расчет пропускной способности участка при параллельном графике движения поездов. По плану лекции рассмотрим вопросы расчет пропускной способности по перегонам и участкам при параллельном графике, период графика и пропускная способность для различных типов графика. Расчет пропускной способности по перегонам и участкам при параллельном графике наш первый вопрос. По вопросу рассмотрим, что такое пропускная способность и от чего она зависит. Напомним вам, что пропускная способность – это максимальный размер движения в пары поездах, которые могут быть реализованы по данному участку за единицу времени, сутки либо час, в зависимости от числа главных путей, средств связи по движению поезда, типа и мощности тяговых средств, способа организации движения. Пропускная способность перегона зависит от типа графика перегонного времени хода, станционных интервалов и интервалов в пакете, а также от путевого развития раздельных пунктов. В общем виде пропускная способность перегона может быть определена по формуле следующей. Выражается пропускная способность пары поездов 1440 минус T технологическая. Все это умножаем на коэффициент надежности работы технических устройств α-N и делим на период графика. Т технологическое – это технологическое окно. Технологическое окно – это свободное от пропуска поездов в промежуток времени, предоставляемое в графике движения поездов и необходимое для выполнения работ по текущему содержанию и ремонту устройств, пути, контактной сети, СЦБ. В расчетах наличной пропускной способности продолжительность окна принимается на двухпутных линиях 120 минут в каждом направлении и на однопутных участках 60 минут. Коэффициент надежности зависит от вида тяги, количества пассажирских поездов, срез, СЦБ и связи. Коэффициент надежности колеблется для двухпутных линиях от 0,9 до 0,98 и на однопутных линиях от 0,87 до 0,98. Меньшее значение α-Н соответствует условиям, когда минимальный межпоездной интервал автоблокировки составляет 8 минут и доля пассажирских поездов относительно мала. Часовая наличная пропускная способность по перегонам определяется без учета технологических ОКО и коэффициента надежности работы технологических устройств. Период графика Периодом графика называется время занятия перегона группы поездов, характерной для данного типа графика. Перегон с минимальной пропускной способностью называется ограничивающим, имеющим наибольший период графика и определяющим результативную пропускную способность участка в целом. Период графика ограничивающего перегона при заданном времени хода пары поездов и определенных станционных интервалах может принимать различные значения в зависимости от порядка пропуска поездов через раздельные пункты, ограничивающие перегон. На двухпухтных участках с интервалом движения менее 8 минут сказывается несинхронность движения поездов. Расстояние между ними постоянно изменяется. Поезда то сближаются, то удаляются. Причина в разных характеристиках элементов плана и профиля пути, на которых находятся поезда, в разбросе величины силы тяги и основного сопротивления поездов, в ограничивающих по электроснабжению различной классификации машинистов. Все это приводит к колебаниям подовой скорости движения, и в результате поезда не могут соблюдать заданный интервал. Чрезмерное сближение поездов приводит к необходимости их движения под желтый огонь светофора, что вызывает торможение и уже существенное увеличение интервала. По этому формулу для расчета пропускной способности к расчетному интервалу t вводится некоторая добавка Δt. Величина Δt тем больше, чем меньше расчетный интервал. Поэтому и пропускные способности, рассчитанные по формулам, будут различаться. Причем оказывается, что реальная пропускная способность участков при 8- и 6-минутных блокировках практически одинаково. Есть еще и так называемый труднейший максимальный перегон. Это перегон, на котором сумма перегонного времен хода в четном и нечетном направлении наибольшая. Ограничивающий перегон, как правило, совпадает с труднейшим. Схемы пропуска поездов через ограничивающий перегон представлены вам вот в таком виде. Всего их 4 схемы. То есть пропускная способность ограничивающего перегона при обычном графике составит по вот такой формуле такое значение. Наличная пропускная способность зависит от периода графика. Чем меньше период, тем большее число поездов может быть пропущено по перегону. Вследствие того, что перегонные времена хода по разным перегонам не одинаковы и станционный интервал для разных станций отличаются друг от друга, периоды графика на разных перегонах различны. Пропускная способность для различных типов графика. Допустим, для непарного графика. Непарный, непакетный график применяется на линиях, оборудованных полуавтоблокировкой. Период непарного, непакетного графика вы можете рассмотреть на рисунке 16.2. Формула для определения пропускной способности для непарного графика такова. Здесь у нас Т-период, период парного, непакетного графика. И Т-грузовое, время следования поезда в грузовом направлении, станционный интервал попутного следования. Пакетный график. Наличная пропускная способность при пакетном графике в числе поездов в пакете, когда 2К равно 2, выглядит таким образом. Полностью пакетный график, хотя и увеличивает пропускную способность, но примерно на 50% сокращает участковую скорость и требует дополнительных приемо-отправочных путей на промежуточных станциях. Поэтому наиболее распространенным является частично-пакетный график. Вот так выглядит период частично-пакетного графика. И общая формула определения Н при частично-пакетном графике более усложняется. Альфа-Н – все тот же коэффициент пакетности, К – количество поездов в периоде графика. При К равно 2, наличная пропускная способность определяется по следующей формуле. На двухпутных линиях по автоблокировке пропускную способность образует интервал в пачке между поездами. Период двухпутного пачечного графика представлен на рисунке 16,5. И период двухпутного пакетного графика представлен на рисунке 16,6. На этом курс наш сегодня завершен. Наша лекция завершена. Готова ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание.